Сохранение природы – один из приоритетов развития региона. Потому в Тамбове, следом за математическим и диктантом победы, впервые провели эко-диктант. В нем 25 вопросов на тему экологии, на которые участники отвечали в течение 45 минут. Каждый участник тут как на ладони, потому не списать, не подсказать попросту нельзя, как и сидеть близко. Вопросы непростые, но очень интересные, признаются участники. Тема экологии с каждым годом становится все острее, потому знать и понимать, как и чем можно помочь природе, должен знать каждый. Татьяна – будущий инженер-эколог. Профессию выбрала, потому что хочет, чтобы родной город стал чище. Надо, чтобы захотеть что-то делать, это важно, потому что если ты делаешь что-то не от чистого сердца, то и смысла нету что-то делать. Надо захотеть и приключаться, во-первых. Искать, что можно делать, чем помочь. Это самое главное. В этой аудитории на вопрос отвечали не только студенты, но и специалисты. Всего 40 человек. Пример подал сам завкафедрой. Охват тем широчайший. От охраны животного мира и загрязнения воздуха, воды и почвы до экологического законодательства и защиты среды на промышленных объектах. Это важно почему? Потому что, собственно, от молодежи зависит будущее экологической нашей страны. И именно молодежь, когда непосредственно будут представлять свои профессиональные деятельности, будут либо оказывать влияние через свои предприятия на состояние экологической среды, либо, если они будут работать профильными экологами, то охранять экологическое среду, реализовывать экологические мероприятия. Среди участников есть и специалисты. Например, Иван Морозов, штатный эколог заповедника Воронинский, высоко оценил инициативу. Вопросы ему понравились. Свою часть задания он выполнил за 20 минут. Я считаю полезно, потому что многие люди даже не задумываются о том, как в природе всё устроено. Они понимают, как там в двигателе, что работает, там в машине, например, или как там электричество бежит по проводам, а вот как водоросли влияют на деградацию озера Байкал, они как бы не задумываются об этом. Каждому, кто ответил на вопросы экодиктанта, вручат сертификаты участников. А те, кто набрал больше всего баллов, получат дипломы победителей. А ответить на вопросы викторина может любой желающий в уже привычном онлайн-формате. На официальной странице в сети интернет это можно сделать до 23 ноября. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Анна Мусатова, Область новостей.